Доброго времени суток! Эфириум всегда был и остается альткоином номер один. А Солана набирает обороты, быстро развивается. Многие переходят с Эфириум из-за больших комиссий. У Соланы очень быстрая скорость транзакций. Одним словом, Солана и Эфириум – это опытный мужчина и шустрый подросток. Но сегодня я хочу говорить о NeoEVM. Он посмотрел на эти два блокчейна и решил, что необходимо создать виртуальную машину Эфириум на Солана, благодаря которой разработчики смогут пользоваться инструментами Эфириум для масштабирования, при этом получать доступ к ликвидности на Солана. Другими словами, в NeoEVM возможно обрабатывать транзакции как в Эфириум, но в Солана. То есть использовать все возможности Солана. Да, параллельное выполнение транзакций входит в данный список. Так что по итогу мы имеем, что стоимость газа низкая, скорость высокая, пропускная способность. Вдобавок получаем растущий рынок Солана. Как вы видите на странице, показано, сколько будет стоить одна транзакция, сколько будет стоить газа. Видим, что это очень маленькое количество. Также видим, что 4500 тысяч транзакций в секунду. Например, у Эфириум все смарт-контракты выполняются последовательно, то есть друг за другом. Из-за этого пропускная способность низкая всего 1500 транзакций в секунду. Но у Соланы наоборот, у них пропускная способность 50000 транзакций в секунду. Следовательно, Неон из-за того, что объединился, то есть у него выше, чем в Эфириум, но меньше, чем в Соланы. 4500 транзакций в секунду. Достаточно хороший результат, если даже сравнить с Эфириум, это в три раза выше. Так что в Эфириум, ой, в Неон транзакции в Эфириум впадываются в Солана. Создается промежуточный прокси-сервер, далее отправляется на Неон, после чего транзакция выполняется параллельно. Для облегчения выполнения этого параллельного контракта все хранится в своем хранилище Солана. А балансы для оплаты в транзакции разделены. Также для увеличения скорости. Такое решение дает возможность без изменения кода запускать любое приложение или любой инструмент Эфириум. Неон подойдет многим тем, кто ценит время, тем, кто ценит деньги, кто хочет низкую цену за газ и высокую пропускную способность. Именно поэтому это отмечено сразу же у них на странице в самом начале. И помимо этого здесь и, как мы видим, складывается, что Неон, он соединяет Солану и Эфириум. И у каждого из этих частей берет самое лучшее. У проекта, конечно, есть White Paper, документ, GitHub, но об этом мы с вами будем говорить чуть позже. Сегодня же мы просто знакомимся с данным проектом, потому что здесь есть что обсудить, Но слишком затягивать первое видео для знакомства я не сильно хочу. Эфириум не перестает расти и развиваться. Мы с вами это постоянно наблюдаем. Сейчас даже, когда биткоин находился в падении, Эфириум все равно себя лучше чувствовал. Количество приложений и пользователей на Эфириум также постоянно растет. Солана предлагает низкую комиссию за газ и высокую скорость. Именно поэтому, собственно, Неон ждет только процветания. Конечно, если еще и рынок нам даст возможность расти, то это будет просто невероятно круто для всех нас, если вы прислушаетесь ко мне и будете изучать данный проект по ссылкам в описании. А я же скоро еще вам запишу тоже новое видео более подробное. А сейчас же просто хотел сказать, что такое Неон. Надеюсь, вы поняли. Надеюсь, этой информации вам для затравки хватило. Дальше, конечно, я вам расскажу все по частям. На этом у меня все. Входите по ссылкам в описании, изучайте проект. Всего доброго и до новых встреч!